Вот видим, что дилетированный огромный желчный пузырь. Желчь не может найти себе дорогу. Под контролем ультразвукового аппарата врачи проводят пациентке малотравматичную операцию. Задача – освободить желчный пузырь от излишней жидкости. Процедура проводится под местной анестезией. Один прокол путем пункции и состояние женщины становится гораздо лучше. Обычно такие операции проводятся с разрезами и под общим наркозом, что не всегда благоприятно сказывается на состоянии пациентов. У меня желчь, кровь пошла. 82-летняя Наиля Рахимова – одна из казанских пациентов, перенесшая процедуру по восстановлению проходимости желчных путей. Выведение желчи проходило в три этапа, но результат оправдал себя. Лучше стало. Я вся желтая была. Сейчас побелетнее. Такого рода операции применяются и при варикозном расширении вен, и при артрозе. Уникальность наших манипуляций в том, что инструменты, которые мы используем, разработаны непосредственно нами, и уже они производятся в заводских условиях. Также сейчас с учетом того, что большая востребованность этих манипуляций, эти инструменты используются в других стационарах. По словам руководителя Центра малоинвазивной хирургии Искандера Шарафисламова, у казанских врачей появилась возможность отказаться от импортных инструментов и перейти на более бюджетные. К примеру, производимые специалистами городской клинической больницы номер 7 стоят в пределах трех тысяч рублей. А это значит, что если пациент не получит квоту, может воспользоваться платными услугами, которые уже не станут ощутимым ударом по кошельку. Ильмир Гляхмет, Вайрат Мухамедянов, Телеканал Эфир.